Добро пожаловать на канал о криптоалютах Neolife! Всех приветствую! Появилась хорошая новость от платформы Magnetic. Идет разработка игры Факторы, и она уже близится к завершению. И Факторы это будет первая таполка, которая будет выпущена на нашем любимом блокчейне XRP Ledger. И разработка данной игры несколько месяцев ведется совместно с Hellish Burning и уже подходит к своему завершению. И в игре будут представлены новые механики и функции, которых не было в других играх. И в конце игроки получат airdrop в реальных токенах. Это отличная новость от команды Magnetic, так что ждем анонса и выхода игры. Соответственно, чем раньше мы начнем в ней играть, тем больше сможем получить airdrop в реальных токенах и заработать на этом. Все ссылки на платформу Magnetic будут в описании к видео. Переходите, изучайте и зарабатывайте вместе с нами. Также еще одна новость. Компания Ripple откроет новый офис в Женеве. Этот шаг является частью более широкой стратегии Ripple по укреплению своих возможностей в секторе блокчейн-платежей. А приобретение в 2023 году поставщика-хранителя цифровых активов Metaco, которые обслуживают такие известные банки, означает важный шаг на пути к этой цели. И Metaco, переименованная в Ripple Custody, будет играть важную роль в управлении цифровыми активами по мере того, как Ripple продвигает свои глобальные платежные решения. А Дэвид Шварц, технический директор Ripple, дал более подробную информацию о развивающейся стратегии компании. Интегрируя передовые технические финансовые функции XRP Ledger в операции Ripple, компания стремится предоставить преимущество децентрализованных финансов DeFi своим клиентам по всему миру в соответствии с требованиями и безопасностью. Также StableCon от Ripple произведет революцию в институциональном DeFi, и он должен стать неотъемлемой частью Ripple Payments наряду с криптовалютой XRP. Эта инициатива направлена на удовлетворение потребностей институциональных клиентов в транснациональных платежах, предлагая им лучшие способы перехода между криптовалютами и фиатными валютами. И ожидается, что внедрение Ripple ESD откроет новые двери для разработчиков, позволив им создавать инновационные приложения с расширенными функциональными возможностями. И оно направлено на стимулирование новых вариантов использования и привлечения более широкой пользовательской базы. Кроме того, более широкое видение Ripple включает в предоставление финансовым учреждениям бесшовных решений для эффективного управления криптовалютами и фиатными средствами. И эта стратегия двойного фокуса призвана значительно повысить полезность и принятие финансовых сервисных продуктов Ripple. Также еще президент Ripple Моника Лонг подтвердила убеждение Ripple в том, что блокчейн станет глобальной финансовой инфраструктурой будущего, обеспечивая более доступные услуги для людей и предприятий по всему миру. И она отмечает, что на ранних этапах криптовалютам не хватало необходимой инфраструктуры, ликвидности, доверия и нормативной ясности для институционального принятия. И Моника Лонг подчеркивает значительные достижения за последние десятилетия, такие как одобрение первых биткоинных эфиром спотовых ETF в США, запуск блокрок совместного токенизированного фонда и всеобъемлющие крипторегулирования Европейского СССР в рамках МИКа. Она отметила, что финансовые институты, такие как Fidelity, Stripe и PayPal теперь облегчают криптовалютные сделки, хранение и использование, что свидетельствует о существенной прогрессии принятия и зрелости крипторынка. Также она заявила, что Ripple эволюционировала, чтобы воспользоваться этими возможностями, подтверждая потенциал блокчейна для предложения более быстрых, недорогих и надежных финансовых услуг. И первая крупная инициатива Ripple в использовании XRP Ledger для трансграничных платежей продемонстрировала возможности блокчейна. Лонг объяснила, что Ripple Payments теперь имеет почти глобальное покрытие, обрабатывая более 50 миллиардов долларов в объеме на 80 рынках выплат. Она также упомянула, что услуги Ripple расширились, чтобы обеспечить безопасную и соответствующую требуемую инфраструктуру цифровых активов для финансовых учреждений. И в заключении Лонг сказала, что цель компании Ripple это стать ведущим поставщиком инфраструктуры цифровых активов для финансовых услуг. Далее, здравый смысл крипты пишет, что сейчас самое время обратить внимание на одну из крупнейших производителей денег в репталете, это XRP. Все идеально выстроено для мощного роста. Многолетнее давление внутри графика по XRP очевидно. Дело Ripple против SEC заканчивается, давая зеленый цвет банкам и учреждениям США. Ripple также набирает обороты, поскольку страна отказывается от SWIFT. Также приближается токенизация. Это будет самым большим шоком в крипталете. Вы можете ненавидеть XRP, но вам лучше держать его, когда ракета наконец-таки запустится. Также еще Андерсон Ли пишет, что мы говорим об институциональном принятии XRP компании Ripple и о том, насколько медленно оно происходит. Но я думаю, что люди упускают один важный аспект, а именно инфраструктуру, которая была создана за последние несколько лет, пока Ripple находилась в судебном процессе SEC, которая сможет поддержать принятие в масштабе. Хранилище Ripple бывшими так обязательно должна предлагать своим клиентам безопасное хранение. ODL теперь Ripple Payments работает уже несколько лет, доказывая, что это надежный продукт, который работает для своих клиентов. Автоматизированный MarketMaker работает, что упрощает предложение ликвидности для новых токенов, запущенных на XRP Ledger. И, как мы надеемся, сможет масштабировать новые рынки ОДЛ и станет критической инфраструктурой для институциональных DeFi. Также Ripple является лидером в развертывании валют CBDC и сотрудничает со многими центральными банками, имея многолетний опыт. А за эти годы наблюдается непрерывный рост платежной экосистемы Ripple, добавившей сотни новых клиентов. Когда же судебное разбирательство наконец закончится, XRP Ledger окажется в отличном положении из-за всей этой инфраструктуры, которая была построена за эти годы. Соответственно, XRP должен себя показать. И в заключении видео CryptoBillBoo пишет, что все настройки сигнала завершены. Так Илон Маск выкладывает цветящиеся лазерные глаза, теперь уже в синем цвете. Цвете волны. Волны Ripple. Я хочу отметить, что похожие глаза мы могли видеть в фильме Подъем 21 года, обзор которого у меня есть на канале. Как раз перед тем моментом, когда девушка, которая обладала стихией воды, начала показывать свою силу. XRP покажет свою силу. Нужно лишь только набраться терпения. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам нравится мое видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok